Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Сейчас видел Юру, Юра сказал мне, что там мы пересмотрели, типа, повку, и в повке не было звука. То есть повка от кого-то из игроков конкретно. Ну, как видим, тут расклад, типа, что, минус мейн, да, и, видимо, в преимуществе это все было, и дефьюз был, наверное, реально низким. Но сейчас посмотрят, суди демку, все станет ясно. Если нет, то это, как бы, 2 800 по деньгам и продолжение эпичного банкета. Так, сейчас ЛТЗ начнут бить фанаты частной игры. Что такое бред? Такой бред из-за дефа бомбы с ножом. Ахаха, флэш, а что ты думаешь, как бы, ну, если в правилах это запрещено, то есть, почему бы и нет? То есть, если это запрещено. Ну, вот ты стоишь на девятке, да, у тебя чувак дефит бомбу, как бы, да, ну, у тебя преимущество. У тебя преимущество, но ты не знаешь, где он находится, да. Он не знает, где ты находишься, он дефит бомбу с ножом, как бы, да. Ты услышал нож, но ты не услышал, как бы, как бомба дефьюзится, и чувак просто сидит. А ты сидишь в девятке, ты проигрываешь пистолетку, понимаешь, как бы, важную пистолетку, Которая, ты пистолетка, которая тебе может принести вообще весь матч. Ну, как бы, да, очки в группе. И ты находишься на чемпионате. Что будет теперь? Будут решать судьи, что будет. Так, а еще через фонарик есть дефьюз. Да, 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 там тоже вот похожих багов было несколько. Так, вообще без единого звука. Звук ножа, чего не слышно? Ты на звук дефьюза, чего? Вот у тебя чувак режет ножом, ты думаешь, что он бомбу дефит сразу, что ли? Сразу выбегаешь? Ты тогда, наверное, на найфраунде вообще эпические стрессы испытываешь. Если вот у тебя такой ход мысли. Ну, подождем, сейчас люди посмотрят, скажут. Что было? Просто если был заюзан баг, то ладно. Ничего страшного. Ничего страшного не произойдет. После этого. А может быть и произойдет, пока не ясно. Так, ну, мы все еще в геймпеннинге, все еще на паузе. И надо посмотреть. What's the price pool? 15 тысяч долларов, друзья. 15 тысяч долларов, да, действительно на этом чемпионате разыгрывается. CSGO Biber for new kids, CS Promote from the 1.6 Legacy, CS 1.6 for life. Написал кто-то плюс один. Не, ну вот я не знаю, почему мало команд приехало. Не то, что мало, европейцев мало. Вообще много собиралось, но что поделать. На самом деле, Asus, это, знаете, это такой чемпионат, вот, СНГ. СНГ турнир. А пока немного о завтрашнем дне, друзья. Завтрашний день мы начнем со встречи. Керчнет против Spray & Prey, либо USFX против ZNation. Потом Керчнет будут драться с... О, там вообще ништяк. Там завтра ZNation 12-12-12 играют. Потом из пада Spray & Prey. Spray & Prey. PiaState, Virtus.pro, PiaState, Selecta. Вот два матча 15-16 на сцене в Киеве Киберспорт-арене. Приходите, кстати, 15-0 по Киеву, начало. Не пропустите вход. Насчет входа, кстати, я узнал в Киберарене. Вход будет стоить в районе 10 гривен. И эти 10 гривен пойдут вам на счет в клубе. Так. Елтез против Independent. Selecta против Virtus.pro. Также завтра играет PiaState. Елтез. Вообще, все расписание есть на csgo.starluder.tv и asustereopen.com. Там находится вся интересующая вас информация. Ну и по лейнапам также. Так. Во сколько Керчи первая игра? Так. Что там с Ирой? С игрой Selecta? Ирой. Ирой Selecta и LTZ. Ну, сейчас мы узнаем. Пока геймпеннинг. Ну, я сейчас пойду и спрошу снова судей, как бы, что происходит. На самом деле. Ну, если бы имел место вот этот вот defuse, def с ножом запрещен. Так же, как и def слепую, когда игрок, не видя бомбы, defит ее. Должна быть видна хотя бы часть бомбы. Не знать такое очень стыдно. Ну, вот насчет, когда игрок не видит бомбы. А, ты имеешь в виду из-за угла? Да, из-за угла есть такой момент. Так, Слэм. Когда ты нам девушку люрпис покажешь? Или дыни четвертого размера? Ну, вот дыни четвертого размера только что ушли, как бы, из киберспорт-арены куда-то. Я думаю, эти дыни найдут свое развлечение среди нескольких человек. Ничего плохого не подумайте. Девушка люрписа. Нет, здесь нет девушки люрписа. Здесь есть какая-то девушка, которая приехала с финами. Но у нее такой задний просто плотный. Ну что, ко мне идет... Так, ко мне заходит сюда... Делегация. Что, делегация, делегация. Наш судья. Смотрю. Что нужно делать? Сейчас стоит игра на паузе. Да. Сейчас, короче, в пистолетном раунде произошла такая ситуация. Тихо, тихо, тихо. Давай. Давай, давай, давай. Давай, Левка. В эфир. В пистолетном раунде произошла такая ситуация. Игрок команды Элц непонятно диффузил плант с ножом или без ножа. В общем, не слышно было диффуза планта. Селекта подала протест. Мы сейчас не можем посмотреть демку, потому что пауза поставлена еще дотом, закончился дилей. И мы хотим, чтобы ты на стриме включил этого игрока сейчас, так как раунд у тебя продолжится именно этот пистолетный. И включил того игрока, который диффузил плант. И нужно будет услышать, чиркнул он ножом или не слышал он, или не чиркнул он ножом. Короче. Звук диффуза, нет. Да. Доверный звук диффуза, вот чем спорт. Так. Надо услышать звук диффуза. Так, ну тогда я тоже... Либо чирк ножом. Сейчас мы будем тоже слушать это все в стриме. Так, ау... Какой игрок? Ну, так мне надо, чтобы паузы сняли. Как бы. Так, я, короче, тогда демку просто записываю сразу. То есть я сейчас на него включу и одновременно запишу демку. Так. Ну вот назовем демочку, наверное, баг. Вы, в принципе, наверное, все слышали. Судья... Ко мне тут просто ворвался Визи. И... Визи, наш главный судья. И полкоманды ЕЛТЗ с такими просто глазами. А-а-а-а-а. Ну, короче, ты там давай-давай. Давай. Ну и будем слушать сейчас, в принципе, ВТМа. Опять же, кто не понял, мне нужно записать демку. Сейчас матч снимется с паузы. И... Я буду записывать демку, естественно. Запишу ее в рекорд баг. И будем смотреть за ВТМом. Посмотрим, посмотрим, был ли там дэв с ножом, или был там дэв без ножа. Просто если дэв был с ножом, то без звука диффуза было не слышно, но фиг его знает. Ну вот демку на всякий случай здесь запишу, чтобы было вообще все плотно. Потом, наверное, матч опять... Да, там раунд сыграют, матч поставят на паузу. Ну вот я просил, просил трансляцию без дилея, чтобы было ясно, был диффуз или нет. Но все-таки будет с дилеем, скорее всего. Так. Я вижу, народ на стриме начинает спорить уже вот в чате на Твиче. Разбираловка пошла! ППЦ организация. Слэм, ответь, а будут в скором времени проводиться чемпинги по ВОВ? Нет, конечно. Какой ВОВ? Так, погнали. Смотрим за ВТМом, слушаем звуки. Просто, просто молча. Так, ну тут был прием от Тиксона, от Воти и... Кто-то сейчас будет качать, по-моему, деф, да? Они 3 в 3 вот разменялись. Ну вот, он сел ее дефить. По-моему, по-моему, все было нормально. Так, ну что ж, ребят. Ну, я не знаю. Ножа не было. Ножа не было, по-моему. Ну вот он дефнул бомбу. Был звук, все нормально. Так, все, я пошел к судям. Я пошел к судям, друзья. Все, тихо, тихо. Ждем меня. Сейчас я вернусь и мы узнаем, чем это закончится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, друзья, ну что ж, судьи не стали ничего переделывать. Мы все слышали этот звук. Демка была записана. И Ламыч просто сам виноват, что не услышал в таком раскладе. Такой эпичный момент. Ну, его ошибка, конечно же. Я думаю, в принципе, сейчас тогда ЕЛТЗ попробует побороться. Но, тем не менее, напомню вам. Пока что Селект ведет 11.5. Они отдали пистолетку, но поставили бомбу на первом девайсе. Там, наверное, сейчас будет перезаход одного из игроков. Еще на сервер, вдобавок к всему, там кто-то вышел. Ну, вот это как раз-таки Ламыч. Ламыч покинул сервер. А, да, ну он там с демкой разбирался. Ну, вот у него в демке был не слышен дефьюз. Видимо, мы видели то, что он с девятки разыгрывал. И сначала он стоял где-то вот здесь, как бы, да. То есть он вот здесь стоял, когда движуха была на планете. Потом только поднялся, попытался поиграть. А, вот он, вот он, вот он, Ламыч. И на следующий раунд, наверное, он у нас появится или нет. Нет, ладно, мы перезайдем тогда пока что на наше Супер ТВ. На наше Супер Хелл ТВ, чтобы у нас появился Ламыч наконец-то пятым. Ну и денежки ему, наверное, уже поставили. Слэм, теперь ты должен в перерыве врубить это нож. Ну, перерыва сегодня уже не будет, сразу же скажу. Будет просто... Перерыва не будет, будет просто жесть. Ладно, здесь 1.6, друзья, как видим. Ну и первый байт команды Селекта. Селекта, они пытаются пробиться на Аплент. Ламыч ломает, вот и сносит. И это месть, наверное, за пистолетку. Хотя, фиг его знает. Смотрим, что будет делать ЕЛТЗ. Пока вот там вот Смейн очень-очень агрессивно разыгрывает с ФАМАСа торнадо. У него достается вообще-то на 4 хп. Вадик открывает в этот момент рамп, играет. Ой, какая атака! Но закрыли, закрыли благодаря преимуществу в лице Фаталити. И Вадик 1 в 2. Ну вот один чувак у него красный, он об этом знает. Влезает пока что в каналки. Будет пытаться найти улицу, но уже бессмысленно. Фаталити, посмотрите, куда ушел вместе с торнадо на метро наложенный. Никто не стоит. Ну и за бомбой будет действовать сейчас Вадик. Вот она, бомбочка. Железо, кстати, никто не кроет. Вадик, кстати, прямолинейный, между прочим. Мы его действия могли бы уже засчитать. Снова ставится геймпеннинг, но, наверное, ненадолго. Да, сразу раздупляется. Это просто была как раз-таки та пауза, чтобы посмотреть стрим и послушать звуки игры на стриме. Судя и вся команда за этим наблюдала, между прочим, друзья. Так что делаем выводы. Делаем выводы. Ну и Вадик. Что ж, тут я не знаю, сколько у Вадика времени, но, судя по всему, он готов открыться на закрытый. Либо на будет ставить. Ну вот, на закрытым, конечно, в качестве бонуса торнадо с 4 хп, но тут фаталити. Но тут еще бонус бомбы в том, что бомбу не слышно, когда ее ставят. Но четкий тайминг ловит фаталити. Как видим, пытается зажать по пленту. Да, и забирает Вадик. Остается у него 46 хп после этой перестрелки. Но Вадик, по-моему, потерялся вот при таких сплитах, поворотах с инсайда в сторону рампы обратно. В канал, как слишком долго лазал, так наменял себе здесь девайс. Фаталити, деф-бомбы. Это 11.7. Но это очередная бомба для селекта. Вообще, задача селекта теперь такая, что тут важно, тут важно просто не дать ЕЛТЗшникам вылезти, как бы, да? Элс, Элс. Вот у нас судья называет команду Элс. Такой ворвался. Ну и... ЕЛТЗ. Дела-дела. Он же с ножом только деф-юзили. Да никто там с ножом не деф-юзил без ножа. За деф-или нормально было бы. Все, просто негативный момент. Вот на ланах такое часто бывает, ничего страшного. Но это только в задержку, в конце концов, в конечном итоге, вываливается нам. Ну, чтобы смотреть, что делают ребята из селекта. Проходят по улице в четвером. Оставляют одного ламыча закрывать пуш на инсайт. И сейчас будут пытаться разыграть против ВТМа под прострел ламыча, опять же. Ну, один десант с мейна, на самом деле... Ой, какая голова великолепная. Позиция в упоре. Амиран выигрывает перестрелку с ВТМом. Будут пытаться драться под девяткой. Хаос на морозе. Просто отстреливает нишку, видит по девятью одного игрока. Дает инфу Амиран. Пытается помочь спам прострелам стенки. А, ну понятно, что тут стяжки нет. Тут Тиксона подсадили и пуша тоже не было. Они все-таки думали, что... Селекта разыграют что-то банальное вроде там, да, покачают под инсайдом. Пошумят на улице, а потом попробуют выпад рамп сделать. Ну вот выпада рамп не произошло. В итоге дождались Аркада от Вотти. Забрали. Тиксон Ласт. 99 хп против четверых игроков нападения. 2 хп визи. Ну, тут закрывает ламыч. 12-7. Ну и сладкая месть. Вот она пришла. Гоу-гоу, ЛТЗ. Вспомните, как мы уйти мы ломали. На самом деле нормальные парни. Просто видно, что немножко они в таком ужасе. Просто на самом деле, после таких моментов, да, вот что единственное жалко, и ЛТЗ просто может сложиться негативное мнение об организаторах, как бы там, да, типа то, что вот парни попросили для своих, типа для своих остановить игру и посмотреть запись матча. На самом деле все не так. Любая команда, которая просто замечает, дает инфу судье вовремя, ставит паузу, может с преимуществом начинать разбираться. Ну давайте смотреть, что будут делать. Селекта дальше. И самое главное, вот 5 диглов от команды ЛТЗ. Насколько они будут жесткими. Вот скрип, конечно, на нюке доставлял всегда своим скрипом, друзья, и сейчас еще тут попростреливать можно. Радует, конечно, то, что он не взрывается. Ну и что еще здесь можно сказать? Пошла стяжка от визи, страйка и хаоса. Втроем на улицу. Вот это основное звено. Бомба, кстати, там может пойти под девятку, либо стянуться вообще на низ через железо. Ну вот пока не ясна картина. Непонятно мне конечный вариант нападения. Может быть попробую 9 занять. Хотя 9 занимать, опять же, без минуса в нуле, это опасно. Не, они, по-моему, даже не рассчитывают на ноли, на... Так как Ламыч тут вообще жестко закрыто ждет. Минус от фаталити под девяткой. Ушатал он хаоса. Не дал сыграть как надо. Страйк почекал длинный и... Подтягиваются, ребятки. Да, это выход 9. Пошла моменталка. Минус Уотти. Моменталочка взрывается. Девятка чистится. Влетает Ами. Сразу же чекает А, чекает спину. Со спины никого. Заходит на точку. Смотрим. Смотрим плент под девяткой. Пусто под восьмеркой тоже. Да, все-таки будет бомба ставиться и разыгрывать от нее. Здесь пытаются что-то сделать парни с дегла. А вот выпад с будки могли сейчас разыграть очень уверенно. Но Торнадо и его слева... Ну, немного не хватило его. Немного не хватило. Слишком рано вышел. Уже вышел в укрепленную девятку. Плюс на восьми находился Ами. Закрыть его труда не составило. Ну, ВТМу достается калаш. Но у ВТМа есть дефьюз. Один в три. Ну, драка будет короткой. Я думаю, если она вообще будет... До нее может, в принципе, и не дойти. Да, до нее не доходит. Просто бред. 13-7. Селекта, друзья, доминирует пока в этой встрече. Ну, и первый матч группы Б... ...пока что играется неплохо. Для Юры Страйка, друзья. Не, Юра вообще... Вот он мне сказал по прогнозу, что он... Дай бог, с группы выйти. Визи тоже говорит. Дай бог, с группы выйти. С Вадиком я общаться не стал. С Хаосом тоже. Это мистер хладнокровие просто. Но парни жгут. Так, Вадик. Улица, бомба. Куда понес? Куда понес? Выбрось, бяку. А тут, смотрите. Скала Страйк. Вообще изи сам подпрыгнул, запрыгнул. Красавчик. Красавчик сразу просматривает за красным игрока дефенса. Но тут авик не стоит ни контрит. И тут также прострелы на красный. Не особо внятные на самом-то деле. Ну и Вадиками Хаос Страйк проходят улицу. Встают на Уотти. Сейчас посмотрим, как Уотти отыграет с внешнего. Хм, странно. Он даже не стал чекать почему-то. А, он знал, что в ангаре все... Ой-ой-ой, такая позиция лишается ее сейчас ЕЛТЗ. Едва чуть-чуть не хватило. Вот, и в слоу-моушене Хаосом поставил банку. Но мы видели, что произошло. Просто он хотел контрить одного, но Хаос этого не допустил. И сыграл в помощь своему тиммейту. Надежда есть сейчас на фаталити у команды ЕЛТЗ. Но он будет вот... Ну, в принципе, первый агрессор, кто будет тут. Но я думаю, все-таки окна пойдут чекать. Да-да-да, чекать будут окна. Ламоч минус. Ну, вот тут отходит фаталити. Видит первого, второго. Ой, зажимает по обоим. Не убивает первого, не убивает второго. Коцает плотно. Но привет, как дела ему говорят. Селекты и забирают. Практически этот раунд себе. Ну, тут 5-2. Тотальная доминация Юры Страйка и его бригады. Смотрите, Юра на охоту вышел. В ноль. Юра ждет врага. Юра пытается прострелить. У Юры ничего не получается. Но вот он в самый последний момент. Юре удается поставить пачку Тиксен с Вилю. Счет становится 14-7. Селекты пока что на опыте выдавливает из своих оппонентов всю жизнь. Эх, Слэм. Дай Хелл ТВ. Че жалко? Даже... На читет, лол. Да... Гейм.киберарена.тв. Че жалко. Заходи. Там вообще на Хелл ТВ написано. Если что, я в репортаже на CSGO StarLadder TV про милости прошу вперед. Так, страйк. Выход со скрипа. Пошло дело. Граната от хаоса в торнадо. Страйк минус ВТМ. Ну и... Тут, как видим... Загнали. Загнали здесь. Вот и последнего. Просто экораунд без шансов для ЛТЗ. Ну вот, несмотря на то, что деглы купили, не спасли они их никак. Ну, просто быстрый раунд. Я думаю, здесь парням особо сильно расстраиваться не стоит. Пожелаю, наверное, команде ЛТЗ удачи в завтрашнем. Мне лучше... Лучше. Пускай соберутся перед завтрашними матчами. Завтра они реально будут важными. У селекта тоже очень много важных встреч. Тем более, в группе есть Finna PST. Есть Virtus.pro. И... Virtus.pro, я думаю, будут в такой, знаете, хорошей достаточно форме. Так, ваталите. Минус Ламыч. Страйк. Размен. И минус от Вадика. 15-7. На последний раунд есть деньги у команды ЛТЗ. Их немного. Но они берут ТВП. Я вот вижу, там Торнадо уже прикупил себе модный девайс. И, наверное, с ним попытается разыграть улицу. Ну, вот, селекта. Ну, тот же самый девайсный. Тот же самый девайсный. Через крышу три игрока. Юра сейчас будет сам прыгать на скалу. Оп, Юра не... Ну, вот, старый стал, старый стал Юра. Не запрыгнул с первого раза. Но вот со второго раза все в порядке у него получается. При том, что на дальний угол скалы прыгает специально, чтобы по нему не попали. Так, простречек пошел. Фронтекса тоже без результата. Ну, и стяжка с улицы. Хотя они там контакт не наработали. Вот теперь мне уже интересно, что селекта хотят сейчас сделать. Потому что на выходить это как бы... Ну, хотя 2 в 5, знаете, на планте. Это нормальный расклад. При том, что очень даже нормальный. Под моменталку от страйка в скрип. А, тут вот оно что. Тут подсадка. Вот и в такой позиции. То, что его не видно. Он открывается. ВТМ минус хаус в будке. По воте размен не дали. Но он может, в принципе, здесь сейчас зажать. Неплохо. Но не зажимает фаталити. Закрывает минусами. Минус вадик. Отлично. Ламоч попытается зайти со скрипа. Но тут уже, по-моему, Тиксон вообще жестко раздал. Нет, все-таки его задавили. Ну, и 2 в 1. Торнадо против страйка. Против Ламоча. Выход на закрытый. Скорее всего, сейчас будет от ребят. Попытка дать дым по 9. Видно, по 9 сработал. Все. Вот отошел от флеша. От дыма торнадо. Вышел на ящик в упор. Ну, и Ламоч просто ждет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 16-7. Вот это, конечно, да. Ламоч на опыте. Просто на опыте. Разводит последнего, оставшихся в живых игрока команды ELTZ. И выигрывает этот матч. Ну, что ж, друзья. С вами сегодня весь день Counter-Strike. Смотрел Слэм. Мы увидимся с вами завтра на трансляции Asus Final Battle of the Year. Матчи группы B. Также мы с вами завтра увидим не только эти встречи. Подробность расписания можете ознакомиться на csgo.starluder.tv. Ну, и завтра побольше матчей на сцене, побольше экшена, побольше камер. Подписываемся на мою страницу vk.com.sl4mtv. Туда упадут все воды сегодняшнего дня. Также подписывайтесь на канал youtube.com.slashcssltv. Там вы сможете увидеть все записи трансляций сегодняшнего дня. Всем большое спасибо за внимание. Я рад, что собралось аж 2000 человек на трансляции. Я, если честно, ожидал где-то человек 700-800. Но все круто. CS 1.6 уже не будет на чемпах. Ну, вот этот турнир последний. Ну, знаешь, 15 тысяч долларов. И шансы попасть в призы есть сейчас у всех. Ну, это самый непредсказуемый турнир. Опять же, от того, что нет фаворитов в лице. Например, Fnatic состава. Там еще когда был в FURTE буквально неделю назад. Нету поляков, нету Na'Vi. Но есть Virtus.pro. Есть ребята, вот, хучи компания, да, так их назовем. Там Overdrive, хучи Халли. Эх, эх. Ну, все. Увидимся с вами завтра. Всего наилучшего. Играйте в Counter-Strike. И попадайте в голову, что самое главное. Субтитры сделал DimaTorzok.